Кабачки, луки, картофель, помидоры, огурцы, клубника и черника. Ассортимент на стихийном рынке около входа в юбилейный, словно рок изобилия, поражает своим разнообразием. Продавцы открыты и доброжелательны. До тех пор, пока представитель санитарной службы не начинает задавать неудобные вопросы о качестве продукции, подтверждающих документах и о том, почему садоводы-любители не расположили свой товар на прилавке соседнего официально разрешенного рынка. Были, мы только выгрузились. Сейчас пойду найду место и буду снять. Ну, надо. Вы не успели, да? Торговать землей нельзя. А, понятно. Оно не растет, на земле. Все, уходим. Ну, как-то, это уже место, это выгрузные места. Прямо сейчас нету, да? Товиками. Я пошла и сказала, сейчас они приедут, говорят. Скажите, а исследования лабораторные проходили где-нибудь? Нет, еще не приходили. Они приходят с рынка сюда и проводят лабораторные. Все это так называемые отмазки. Пройдя по юбилейному, понимаешь, мест на рынке хватает. Торгуй, не хочу. И торгуют. К примеру, Галина Якубовская, выращивая на своем огороде овощи и фрукты, давно для себя решила, что будет заниматься только санкционированной торговлей. Каждый год справку, вот то, что выросло, то дают нам справочку, чего нет, потом второй раз, третий раз идем и дают справку. Два и так, что приезжают на участок, посмотреть, что выросло. Но арендная плата нормальная здесь, а не что? Да. Сколько она расставляет? Маленькая по сравнению с рынками. Нормальная. Хорошо. После разговора с Галиной возникает вполне логичный вопрос. В чем причина такой бойкой стихийной торговли около юбилейного? И почему торгующие с земли не спешат перейти на официальный прилавок? В администрации юбилейного рынка, которая, кстати, должна принимать меры для устранения этих самых асфальтных корабейников, комментарий по этому поводу дать отказалась. Не захотели ввести разговор про нелеганчиков и на Брестском центральном рынке, хотя их пример вполне можно назвать положительным. После установки павильонов на улице Карбышева продавцы широкого профиля и ассортимента на этом участке встречаются очень редко. Срабатывает и постоянный контроль. Так что отказ от интервью – это, будем считать, излишняя скромность. А вот пакет документов, необходимых для официальной торговли, которые требуются, дело нужное и собрать их очень просто. Физические лица, которые торгуют, должны иметь справки, то, что у них имеется личное подсобное хозяйство, которое выдаются селесполкомами, и что данная продукция прошла лабораторные исследования. Кроме того, если торгуют на рынках, еще должны проходить и флюорографическое обследование. Несмотря на то, что Брестский центральный рынок, как и официальное торговое место около магазина «Санта» на улице Машенского, примеры положительные, без продавцов торгующих землей, проблема стихийных рынков остается актуальной. Именно поэтому руководство Брестской области и города ставит перед ответственными службами задачу – делать все необходимое для устранения стихийных рынков и легализации торговли. Особенно это актуально в жаркие дни, когда рейды специалистов – это не только борьба за чистоту городских улиц, но и, прежде всего, забота о здоровье горожан. Те же овощи, которые и фрукты реализуются, они не исследованы ни на нитраты, ни на пестициды, ни на другие химические вещества. Также скоро сезон ягод и грибов. Тоже неизвестно, где грибы, эти ягоды собирались, в какой зоне, какой там радиационный фон. Они не исследованы на показателях радионуклидов. Поэтому это небезопасно для здоровья, как в плане радиации, так и в плане, скажем, острых кишечных инфекций. Только за прошлый год специалистами Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии был проведен 171 рейд по объектам несанкционированной торговли. Направлено 19 писем руководства Супер, Гипер и не очень больших маркетов, возле которых были зафиксированы нелегальщики и сделано 842 устных замечания. Борьба со стихийной торговлей ведется, но результаты, чаще всего, можно также назвать стихийными. По мнению специалистов, проблема исчезнет только тогда, когда люди перестанут покупать сомнительную продукцию с земли.